Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Короче говоря, в чистом виде саморазрушения Вот этого делать не стоит Потому что ни к чему это не приведет Кроме порчи нервов Следующая ошибка Это попытка что-то доказать бывшей О, очень часто встречается И наверное самое вредное Бывшая вас слила С криком нищеброд проклятый И вы пытаетесь теперь сделать что-то такое Чтобы она вам завидовала То есть выбиться таки в люди, работаете там на трех работах Начинаете гробиться Короче говоря, все что она хотела от вас Чтобы вы делали Вы почему-то не делали В итоге она вас сливает Ну или делали там ненадлежащим образом В итоге она вас сливает И вы таки начинаете это делать Показать что? А? Кого слила-то? Учтите одну вещь Ну самое страшное, что здесь может произойти Вы таки докажете ей, что Она слила не оба кого А настоящего мужчину Она закамбэчит И вы просто не выдержите И камбэк этот примете И весь этот слив превратится в колоссальную манипуляцию Из вас уже достигшего чего-то По вашим же меркам Против того, что вы ничего не достигли Здесь сделают коврик для вытирания ног То есть вас не устраивала та жена Которая вам только говорила Что вы нищеброд А сейчас вас будет устраивать та Которая уже там попрыгала по мужикам С рук на руки попереходила Теперь она вас устроит И платить вы будете за нее там в 10 раз больше Потому что вы достигли все-таки Теперь вы настоящий мужчина Но даже если этого нет Вы продолжаете жить по воле бывшей жены Которая вас слила По сути предатель Шлюха Вы продолжаете жить по ее воле Вы пытаетесь ей что-то доказать Главным мотивирующим фактором в вашей жизни Продолжает оставаться Вот эта бывшая там уже Непонятно Со скольких рук на руки перешедшая баба Вот это тоже нельзя допускать И многие допускают Она там приползет Она локти кусать будет Она может и приползет Но она не приползет, а придет И сделает из вас подстилку Вполне возможно и такое Подстилку Даже не подстилку А скорее коврик действительно для ног Следующее Очень часто пикаперы всякие советуют Так называемый Т-10Д Или Т-10ДД Трахни 10 других девушек Это ДД будет Неправильный подход Если его и делать Ну в качестве там соскочить То во-первых далеко не каждому человеку он подойдет Это человеку, которому уже нечего терять То есть прожженому Может быть тогда и не зря вас действительно баба слила То есть такому, ну отмороженному По большому счету человеку Самое главное Что здесь вы может быть и достигаете цели На что это направлено То есть снижаете значимость конкретной женщины для вас Но вы тем самым повышаете значимость секса И дальше вас будут точно так же использовать откровенно Да, вы снизили конкретную женщину Но вы снизили, выбили клин клином То есть вы признаете, что невозможно, скажем так Снизить значимость секса вот с этой женщиной Кроме как сексом с другими Это неправильно Возможно И на сексе мир клином не сошелся Поэтому здесь тоже ошибка Вы все равно возвышаете Снижая значимость одной женщины Вы возвышаете значимость баб в целом Причем не просто значимость А значимость в вашей конкретной жизни Тоже ошибка на мой взгляд Следующее Месть Мстить можно Но ни в коем случае не за развод Если баба вас ободрала как липку То есть полностью там имущество лишила Ну по имуществу в первую очередь То мстить можно Но здесь вы должны быть уверены Что месть именно за имущество Ни в коем случае не за развод Если вы мстите за развод За развал семьи Вы тем самым показываете Что вот с этой шлюхой Семья Для вас все-таки ценность представляет И за потерю этого Вы готовы воевать, мстить И так далее То есть нужно быть уверенным Что ни в коем случае Вы не за отсутствие ее Ежи мстите Нет Если у вас там по имуществу Все нормально вышли Вы готовы с этим смириться То все Как говорится Вырвать и забыть Вырвать изнутра Из мыслей Из вообще жизни своей Ни в коем случае Месть вам продлит просто отношения Пусть и негативные Но отношения с этой бабой С этим предателем Следующий момент Пятый Распил имущества Ну как говорят юристы Я бы сказал Распил имущества в натуре Чем меньше вы возьмете в натуре Тем лучше Это не значит Что бабе нужно все оставить Это значит что то имущество Которое вы взяли В натуральном виде Лучше продать сразу же А деньги потратить Чем быстрее тем лучше Бабе оставлять нужно по минимуму И в идеале ничего не оставлять То есть бабе можно оставить Только то что вы не смогли отжать Имущество нужно естественно Выводить из под удара Но тем не менее Действительно совместно нажитое имущество Я не имею ввиду по деньгам Совместно нажитое А в период брака То есть то имущество Которое связывает вас там Определенными воспоминаниями Якорями так называемыми Если даже машину вы на 100% Купили там Ваши Понятно что с точки зрения Денег она не совместно нажитое Но вы с ней В этой машине трахались С женой трахались Значит совместно нажитое Поэтому машину вы водите Но максимально стараетесь Быстро от нее избавиться Продать и купить следующую машину Хотя бы так Поэтому имущество Лучше быстро от него избавиться Тут есть еще мистический фактор Оно начинает ломаться Вот вижу по людям Что то имущество Которое с такими боями Отжималось при разводе Потом крошится Не знаю Вы на этой машине Первый раз Как говорится Первый день свободной жизни Поедете И у вас колесо отвалится Не знаю почему Но это уже мистика Поэтому максимально Берете деньгами То есть если у вас есть возможность Там А другой возможности нет С женой с бывшей Распилить Машины или деньги аналогичные Берете деньгами Ни в коем случае не машины Потом купите Потом все будет А если взяли имущество То максимально быстро Его переводите в деньги И максимально быстро их сливаете Ну как то вот Грязь Не знаю У древних евреев Такая штука была Когда они там На какой нибудь народ Нечестивый шли воевать Ничего не брать Трофеи не брать Даже золото сжечь Все Все там награбленное Все отвоеванное Все пожечь Как то это называлось Но не проклятое Ну типа проклятого имущества Смысл как проклятое То же самое и здесь Все не нужно Старайтесь максимально отлипнуть Именно это имущество Будет вас наталкивать На воспоминания На мысли о том же камбэке О том чтобы пойти завиноватиться С глаз долой сердце вон Следующее Общение То же самое Ну есть совсем сумасшедшие люди Которые поддерживают Нормальные отношения Общаются с бывшей Общаются даже с ее новым Там оленем Но это тут наверное Ничего не советую Потому что все Что я мог бы посоветовать Сейчас уже запрещено по закону Это будет расцениваться Как склонение к суициду Поэтому наверное Ничего не советую Это уже высшая степень оленизма Идиотизм И как говорится Умолкаю Что касается общения Ну более-менее Которое может показаться адекватным Очень часто Вы будете заниматься самообманом То есть общение из-за чего-то У вас есть общий ребенок И общение по поводу этого общего ребенка То есть вы бы ни в коем случае не общались А вот из-за ребенка вынуждены общаться Вдумайтесь Всмотритесь в себя Действительно ли это так Или вам этот ребенок Вполне даже вы благодарны ему Что он есть За то что он может вам дать общение С вашей бывшей Если действительно общение неизбежно Постарайтесь его минимизировать То есть минимально Все Разграничили Понятно что письменное общение Лучше в данном случае Чем устное Чем вживую Потому что Опять же больше якорей будет Больше воспоминаний Больше шансов Что вы просто примете Шлюху Которая уже набегалась Поняла что больше никому не нужна С прицепом И вы ее примете обратно Чтобы этого не было Максимально формализуйте общение То есть лучше письменно Лучше там по каким-то мейлам И так далее Без личных встреч Ну и минимизировать То есть действительно смотрите Где у вас Ну никак иначе А где оно можно Где его можно и обойти Вот этот момент Следующее Вытекает из этого Отслеживание судьбы Вы развелись Но тем не менее продолжаете По социальным сетям лазить Узнавать новости От друзей Знакомых Родственников Сто процентный идиотизм Зачем оно вам Посмотреть что она там Страдать будет Ну во первых Не из-за этого Признайтесь сами себе Вам интересно Трахают ее сейчас или нет И 99 процентов Интереса именно в этом Да хотя бы трахали А хотя бы не трахали Вас это не должно Уже касаться Опять же Все это будет вести К одному и тому же Что вы будете думать У вас будут мысли Загажены этой бабой И шансы будут повышаться Что вы ее рано или поздно Примите обратно Чего Как я уже говорил Быть не должно Поэтому ни в коем случае Не отслеживать Все она исчезла Как говорится Помер Клим Дальше сами знаете И клади его в гроб Дальше тоже понятно Ни в коем случае Не нужно этого делать Что где она сейчас С кем она сейчас Хоть с неграми Она хоть там Королевой действительно стала Опять же говорят Что там Если узнали что все хорошо Порадуйтесь Там ни в коем случае Не надо расстраиваться Мстить Да и этого быть не должно Безразлично Вот сейчас может быть Кто-нибудь в лотерею выиграл В Австралии Может быть даже это женщина Я рад за нее или не рад Я даже не знаю об этом Вот примерно так и должно быть Женщин судя по всему Больше трех с половиной миллиардов На земле И в принципе Ваша бывшая Для вас должна стать Как одна из Не более То что она бывшая Ну что все Забыли перечеркнули Следующий момент Общение с родственниками И друзьями То есть Вы общались с кем-то У вас были общие друзья Может быть даже это родственники жены С которыми у вас там Хорошие отношения Вы продолжаете с ними общаться Ошибка Вроде как бы Разругался с одним человеком Почему ругаться с другими Если они нормальные Не знаю Здесь объяснить не могу Но как-то чувствую Что тем не менее Это будет тянуть К тем отношениям К той жизни К тому человеку К предателю Поэтому лучше и с ними разорвать То что вы разрываете отношения С людьми Которые в общем-то Вам ничего плохого Может быть не делали Ну понимаете Вы идете Идете по улице Раз инфаркт Раз инсульт И вы разорвали разом отношения Со всеми людьми Может быть которые вас любили Уважали Ради которых вы жили Ну и что Вот так жизнь устроена Иногда приходится разорвать отношения С людьми Которые даже Ничего плохого не сделали А может быть Хорошего много сделали Не нужно здесь как бы Строить из себя Вершителя судеб И в том числе Своей собственной Что нет Я выбираю С кем общаться А с кем не общаться Иногда нужно даже Уметь и так Не выбирая Просто вот Как аксиому взять Разорвать и все Почему? Потому что через этих людей Очень велик шанс Что вы будете совершать Вот те предыдущие ошибки Отслеживать судьбу Потому что они вам Что-нибудь расскажут Может быть на общение попадете Потому что какое-то Общее мероприятие Вы пришли Опа Встретились Все Рубить так рубить И в том числе Да Лес рубят Щепки летят Может быть и каких-то Ну насколько это максимально возможно Бывших там друзей Родственников Знакомых Общих Тоже не понимаю Когда общаются там С бывшим тестем Может быть и хороший мужик был Может быть и выпить с ним можно было Ну Неужели вы не найдете С кем выпить больше Вот в данном случае Не надо просто Я не говорю Что с ним надо поругаться Просто свести общение на нет Следующий момент Поиск новых отношений Очень быстрый Развелись Обратите внимание Вам сразу же начнут Навязывать новую И навязывать начнут Такие же бабы Которым просто очередную товарку Нужно пристроить На каком-нибудь оленя посадить В течение Какого-то карантинного срока Я думаю что не меньше Двух-трех лет Я бы вообще не советовал Ничего искать Наступите на те же грабли Все У вас стереотип Если вы начинаете искать новую У вас стереотип Одному никак нельзя У вас опять завышенная ценность пилотки Ни в коем случае Даже если вот видите Просто гарантированно Хорошее там Все Можно отношения заводить Не советовал бы Потому что ценность ваших мыслей О том что она хорошая Невелика У вас сейчас Мысли своеобразно работают Скорее всего вы просто Чем быстрее тем лучше Может быть отомстить ей Смотри как говорится Я без дела там Не лежал Не стоял Не сидел Как говорится Черт с тобой ушла У меня сразу же там Десять новых в очереди стоит Да и черт с ними Пусть стоят И то что Ваша может быть там бывшая Сразу же будет С рук на руки переходить Если не сказать больше А у вас в это время отношений не будет И может быть даже там Кто-то попытается вам тыкнуть Что вот пожалуйста Судьба рассудила Она там востребована А ты нахрен никому не нужен Да и ради бога Пусть говорят Мало ли кто чего говорит Понимаете Если вы скажете Любую вещь Вообще любую На любую тему Найдутся люди Которые вас поддерживают А найдутся те Которые вас осудят Здесь то же самое Да пусть она там скачет С одного на другой Вам то что с того Советовал бы выдержать Все таки срок И срок В идеале вообще лет 5 Но 2-3 года Это как минимум И потом все таки Пытаться оценить Трезвость своих мыслей Следующий момент Последний Алкоголь Здесь думаю Что особо комментариев не стоит Злоупотреблять им не надо Алкоголь Я думаю Что он должен остаться На том же уровне На котором был Говорить о том Что все С алкоголем завязать Потому что я теперь В зоне риска Могу спиться В случае чего Не стоит Чего боитесь То и случится Это я еще заметил Знаете Когда на госслужбе работал Пишешь на А4 На обычном листочке Ошибся Скомкал выкинул Сколько так ошибешься На каждом тысячном листочке Берешь бланк строго отчетности Только бы не ошибиться Ошибся Сколько раз ошибешься На каждом 50 То есть в 20 раз чаще Вот когда начинаешь Только бы не сделать Только бы не сделать Сделаешь С намного большей вероятностью Чем если бы не думал про это Поэтому Снижать количество алкоголя По сравнению с тем что было Не советовал бы Ну повышать тем более Потому что тогда Вы уже просто спиваетесь Потому что Вы опять же показываете Значимость этой бабы бывшей И спиваетесь Она вам только поаплодирует То есть если вы потерпите Фиаско после развода То баба будет рада Но это вас опять же Заботить не должно Не спиваться нужно Не потому что Если вы сопьетесь Баба будет рада Вам плевать на нее А потому что Просто это не нужно У вас еще Вся жизнь впереди Ну вот 10 наиболее часто Встречающихся ошибок Которые не стоит допускать Продолжение следует...